Особое мнение на 101FM Ну и поскольку, Алексей, темы городские не чужды, мы как раз с городской темой и начнем. Наверное, и с самой важной, так Алексей сказал, да, вот тут в перерыве, пока мы готовились к программе. РКС Киров сделал городу концессионное предложение. И сегодня это предложение обсуждается на общественных дебатах. Начались они в 10 часов утра, не знаю, закончились ли к этому моменту. Достаточно жарко там было. Наши предыдущие гости говорят, что они присутствовали, да, и рассказывала о РКС. И Кировские коммунальные системы о том, какие условия могут предложить, если город согласится пойти на концессию. Это около 5 миллиардов рублей. И обеспечение работы Кировского водопровода и канализации в течение 30 лет. Ну вот, Алексей, история такая. Не очень понятно вообще на самом деле, зачем делать концессионное предложение после того, как глава администрации Илья Шульгин неоднократно сказал, будет водоканал и точка. Ну, на мой взгляд, это концессионное предложение, которое сделал РКС, оно носит некий запоздалый характер. Надо было всё-таки это предложение готовить и делать и предлагать чуть ранее. Действительно, когда возникла такая чрезвычайная ситуация, когда администрация города ни с того ни с сего придумала передавать столь важный стратегический ресурс, как коммунальные водопроводные и канализационные сети, предприятию, которые не имеют ни должного персонала, ни квалифицированных менеджеров, ни парка специализированной техники, попросту не имеют такого опыта, таких масштабных проектов, как сопровождение всей сети города. И администрация ни с того ни с сего решила передать такой огромный проект этому предприятию. Ну, и возникла так называемая чрезвычайная ситуация для РКС, когда они спали и видели, когда они подпишут новый контракт, либо это будет договор аренды, либо это будет консессионное соглашение. Но вот администрация захотела вдруг неожиданно иначе. И я считаю, что... Нет, но администрация, по крайней мере, то, что декларируется, можно понять. То есть пусть зарабатывают муниципальные предприятия, деньги остаются в бюджете. Очень подозрительная формулировка, потому что мы точно так же говорим о городе Армастроя, когда он бесконечно выигрывает контракты на укладку асфальта. И мы говорим о том, что пускай деньги сохраняются в городе, зарабатывает городское предприятие, но на самом деле это пустая формальность, когда деньги из одного кармана перекладываются в другой карман, и из другого кармана они потихоньку вытаскиваются. То же самое и планируется, насколько я вижу и понимаю, и насколько есть информация и здесь. И ничего, кроме как странного менеджерского решения, я здесь отметить не могу. И считаю, что и РКС поступила промечиво, надеясь на то, что городская администрация по щелчку заключит с ними новое соглашение, либо это арендное, либо концессионное. И администрация города допустила менеджерскую ошибку, позволив такому стратегически важному для города инструменту, как коммунальная сеть, перейти в предприятие, которое наладом дышит. Ведь знаете, я могу привести такой пример. Это как будто доверить производству Мерседеса автовазу и гаражному автосервису у нас в Кирове на Солнечной. Вот понимаете, что и автоваз сделает не очень хорошо Мерседес, но автосервис на Солнечной сделает его еще хуже, потому что ни техники, ни людей, ни квалификации, ни материалов. А водоканал это кто? Водоканал это автосервис на Солнечной, понимаете? И если сравнивать два из меньших зол, то, наверное, все-таки лучше выбрать квалифицированное предприятие с парком спецтехники, 700 штатным персоналом, который будет продолжать эффективно выполнять свои поставленные задачи по нормальной работе водопровода и канализации. В принципе, в последние годы, как и отмечают и сами ККС, и жители города Кирова отмечают, что особых проблем с холодным водоснабжением, подчеркиваю, не с горячим, а с холодным, и с канализацией особых проблем у людей нет. То, за что отвечали кировские коммунальные системы. Я при этом и говорю, что люди вкладывали свои силы в модернизацию сетей, строили дополнительную коммунальную инфраструктуру, перекачивающую насосные станции. В планах была модернизация очистных сооружений и так далее, и так далее, водоподготовка. Это все очень глобальные проекты. Безусловно, они делаются в том числе и на наши с вами деньги, которые мы платим по квитанциям, в которых есть инвестиционная составляющая. И поэтому я считаю это абсолютно нормальным процессом, когда люди платят за услугу и получают качественную услугу, при этом не думая о том, что будут аварии, не будут аварии, будет глобальное отключение в городе или нет. А сейчас такая история может возникнуть. Вот я переживаю, и многие люди переживают, что с передачей этого стратегического проекта в руки безнадежной, как мне кажется, городской компании... Станет хуже. Во-первых, станет хуже, а во-вторых, могут появиться проблемы. Алексей, а вот та история, вот это сделанное консессионное предложение, в котором действительно говорится, что российские коммунальные системы обязуются реконструировать насосные станции и водоводы, построить новые водоводы, канализационные сети, модернизировать городскую станцию и рации. Вот это предложение администрацию города к чему-то обязывает и что-то меняет вообще? Ну, то есть, вот оно сделано, и теперь что? Ну, то есть, ранее Шульгин говорил, будет водоканал, точка, а теперь что? Я считаю, что с этим письменным уже предложением, с письменным концессионным предложением у администрации города пропадает возможность пустой отписки формальной бумажки, что мы не согласны, мы будем отдавать это водоканалу. То есть, они обосновались как-то должны быть? Они теперь должны серьезно обосновать, почему они не соглашаются на концессионное предложение. Поэтому считаю, что РКС поступила правильно, подготовив, наконец-то подготовив такую бумагу и такое предложение. Но я считаю, что РКС это сделал поздно. Надо было ковать, когда было горячо, а не сейчас, когда возникла для них чрезвычайная ситуация. Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва. Еще одна городская тема. Я, на самом деле, ее планировала как бантик обсудить в конце эфира, если время останется. Но посмотрела в социальные сети, а там настолько живое обсуждение этой истории. Речь идет о переименовании остановок. История следующая. Накануне появилась эта информация. В городской совет по топонимии поступило предложение переименовать три остановки в городе Кирове. Это остановка у кинотеатра «Октябрь», остановка на улице Щурса возле троллейбусного парка и остановка в Дороничах. Соответственно, старое название «Октябрь» должно было поменяться на Центр медицинской реабилитации. Название «Троллейбусное депо» на клинике медуниверситета. Улица «Октябрьская» в Дороничах, школа искусств «Пастораль». Ну и вот, собственно говоря, в социальных сетях пошла волна. То есть люди совершенно не понимали, во-первых, почему надо убирать старые устоявшиеся привычные названия. Во-вторых, вообще зачем это делать? Ну, то есть, бог с ним, вроде нормальное название. Ну, пусть «Октября» уже нет, но люди-то привыкли. Из того, что, собственно говоря, сейчас решено, потому что совет по топонимии сегодня уже принял решение, кинотеатр «Октябрь» оставляют, остановку кинотеатра «Октябрь». Вот, а «Троллейбусное депо» действительно теперь будет называться клиниками до университета. Улица «Октябрьская» в Дороничах, школа искусств «Пастораль». Я надеюсь, что в ближайшие годы школу искусств не переименуют в «Акварель», например. Ну, в связи с этим у меня есть два комментария. Первый комментарий говорит о том, что у нас власти, что в Кировской области, что на федеральном уровне, очень любят заниматься некими популистскими вещами, заниматься переименованием чего-либо в кого-либо, заниматься неймингом каких-то проектов, аэропортов, мостов, переходов, скамеек возле подъездов, мусорных баков и так далее. И все меньше и меньше обращается внимание на какие-то глобальные серьезные проблемы, на социальные, экономические вопросы. Мне понравился комментарий в соцсетях, что по этому поводу как раз давайте мы будем увеличивать уровень безопасности на кировских дорогах, давайте мы увеличим безопасность на наших дорогах, но нет, давайте мы лучше переход назовем именем князя. Речь идет о чисто Прудненском путепроводе, которым именем князя Хилкова предлагали назвать. В этой ситуации мне непонятно совершенно роль властей. В этом вопросе, то есть постоянно муссировать, обсуждать какие-то нейминговые вопросы, вместо того, чтобы обсуждать... Вам кажется, что это отвлечение жителей от реальных проблем? В том числе, вот я про это и говорю. А второй комментарий, связанный с этой темой, у меня был следующий, что жители города Кирова очень активно и в соцсетях, и на улице, и на кухнях, и в кафе обсуждают какие-то потусторонние вещи, которые вообще не связаны ни с экономикой, ни с социальной сферой нашего города, а такие серьезные вопросы, как концессионное соглашение по работе водопровода, холодного водоснабжения и канализации, энергосервисные контракты, концессионное соглашение под тепловой энергией... Мусорные реформы. Мусорные реформы и так далее. Мусорные реформы обсуждают на кухнях. И так далее. Совсем мало людей обсуждают, принимают участие в публичных слушаниях, задают вопросы властям, пишут письма в прокуратуру, в следственный комитет, в администрацию. То есть люди постоянно отвлекаются на какие-то мелкие, совершенно не зависящие ни от кого вопросы и не обращают внимания на те вопросы, в которых они вправе принимать решения, как налогоплательщики, от которых, от их голосов там зависят многие решения. Но, к сожалению, люди молчат по важным вопросам и почему-то обсуждают мелкие вопросы. А вот мы сейчас к экономической стороне переименования обратимся после небольшого полуминутного перерыва. И напомню в студии нашей Алексея Кузьмин. Алексей Кузьмин, в нашей студии предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва. Собственно, об экономической стороне переименования и вот маленькое такое уточнение. Помните, Алексей, историю, когда хотели переименовать остановку у Дома Печати, по-моему, в здравую, когда хотели переименовать остановку во время простора. Ну, в общем, еще несколько было таких предложений по названию торговых каких-то или, не знаю, производственных объектов рядом с остановками. В этом случае предприниматели, которые выходили с таким предложением, я так понимаю, какие-то плюшки обещали. Вы вот в таком случае переименование остановок поддерживали бы или нет? Я в таком случае поддерживаю, но считаю, что если мы занимаемся вот таким неймингом остановочных павильонов, те предприниматели, которые хотят увековечить свое имя или имя своего предприятия в этой остановке, и тем самым привлечь дополнительных клиентов, и, естественно, там заработать на этом, обязаны просто в этой ситуации представить проект красивый, качественный, хороший проект остановочного павильона, установить его за свой счет, не те поликарбонатные теплицы, которые строит город за бюджетный счет, это действительно полноценный, красивый, там, хороший проект из стекла, там, бетона, с подогревом и Wi-Fi розетками. С Wi-Fi розетками, с подогревами, с мусорными урнами и плитками под ногами. То есть если предприниматель готов оплатить этот проект, готов установить красивый остановочный павильон, почему бы и нет? Ну, пускай остановка так называется, зато город получает качественный остановочный павильон, не за бюджетный счет, люди будут смотреть, радоваться, пользоваться услугами. Ну, пускай будет называться остановка здраво, ничего в этом плохого и страшного не вижу. Потом переименуют, если что. Если предприятие сменит название или возникнет, наверное, на месте другое предприятие, ну, ради бога, значит, будет другое название. Алексей Кузьмин, в нашей студии мы продолжаем еще одна важная городская тема. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, компания Куприт, начала взыскивать с должников в принудительном порядке деньги, которые они не платят за вывоз мусора. Первый, насколько я помню, речь идет о десятке кировчан, долг, их общий долг на сумму более 30 тысяч рублей. Должникам, кроме суммы долга, придется оплатить дополнительные расходы, связанные с принудительным взысканием пени, расходы по оплате госпошлины, исполнительского сбора. Собственно говоря, я так понимаю, что рекоператор пошел уже в суд. Вот такая история. Вы, Алексей, знаете, не знаете, какой у нас процент неплатежей сейчас по Кирову и по области? Какие-то жуткие совершенно цифры назывались в начале мусорной реформы, чуть ли там не 10% жителей области платило, и, по-моему, что-то в районе 50% жителей Кирова, то есть всего половина. Ну, на последнюю информацию, которая у меня есть, эти платежи выравниваются с платежами за коммунальные ресурсы, имеется в виду процентовка оплаты начинает резко расти, то есть люди понимают, что ситуация определенно безвыходная, то есть закон на федеральном и на региональном уровне принят, он начинает действовать, работать, рано или поздно из-под палки все равно заставят платить, поэтому люди все-таки начинают платить. Куприд в данном случае, то, что он пошел в суды взыскивать задолженность, действует в рамках законодательства. А он прав, не прав, может, подождать надо было? Да нет, в принципе, он ничего не нарушает. Это понятно. Да, он действует в рамках законодательства, он обязан так делать, и если он так не будет делать, то к нему же могут прийти в том числе и контролирующие органы и сказать, а почему ты не взыскиваешь задолженность? Да даже добросовестные плательщики могут прийти и спросить, мы платим, а они... А почему нет? Да, другие не платят. То есть в этой ситуации винить Куприд, наверное, меньше всего стоит. Это проблема областная, это проблема федеральная. На всех уровнях она сейчас муссируется, обсуждается, и, насколько мне известно, она все равно еще подлежит изменению. И именно этого и ждут в том числе и люди, которые не платят за вывоз твердокоммунальных отходов. То есть я слышал такое мнение, что мы немножко подождем, вот сейчас все это устаканится, примут какие-нибудь изменения, может быть, снизится тариф, может быть, пересчитают стоимость, объемы накопления и так далее. И мы на этом сэкономим. И мы на этом, во-первых, сэкономим, во-вторых, мы оплатим ровно столько, сколько нам там выставит оператор. И такая позиция тоже, в принципе, понятна, но мне кажется, все-таки, если человек пользуется услугой, он за эту услугу должен платить. Вопрос в том, действительно, у людей много вопросов возникает, сколько платить, как платить, возникают спорные ситуации. И почему до сих пор нет перерасчета для дачников? Спорные ситуации не решаются в Куприте, потому что очень много проблем с информацией от Куприта. Поэтому в этой ситуации можно и поддержать людей, которые не платят, но, с другой стороны, почему платят подавляющее большинство, а остальные не платят. То есть здесь такой вопрос. Куприт, наверное, меньше всего здесь виноватым считается. Алексей Кузьмин, в нашей студии мы продолжаем еще городские темы. Видели ли вы, Алексей, информацию о том, что не прошел, не поддержали общественники и жители города законопроекта Валерия Басюка, который мы довольно активно обсуждали в этой студии, законопроект об ужесточении правил проведения митингов и собраний в городе Кирове. Я напомню кировчанам, да, там ужималась норма расположения человека на квадратном метре. И, соответственно, там вот, например, парк-сквер возле памятника Степана Халторина, который по нынешней действующей норме вмещает 6 тысяч человек, до 6 тысяч человек. Там могли помещаться только 2 тысячи участников митинга, 2 с небольшим тысячи. Вот такая вот история. Это победа какая-то демократического, там, я не знаю, меньшинства в нашем обществе, общественности, активных горожан, еще чего-то? Или эта история, она такая была предсказуемая? Мне кажется, демократическое меньшинство не может быть, демократическое бывает только большинство. В этой ситуации, естественно, не босюку это в голову пришло, такая законодательная инициатива, она носит федеральный тренд у нас, что федеральное, что региональные власти боятся вообще, когда люди проявляют инициативу, высказывают свою точку зрения в какой-либо форме, а больше всего власти боятся улицы. Я знаю, что там все молодежные, всякие общественные организации, молодежное движение были созданы в свое время только для того, чтобы увезти людей с улицы, чтобы, не дай бог, молодые люди не пошли на улицу и не высказывали свою точку зрения. Но сейчас происходит кардинальный рост протестной активности, люди начинают осознавать, что их права нарушаются, люди начинают высказывать свою точку зрения не только на кухне, но и в каких-то митингах, акциях протеста, сборах подписей и так далее. Я считаю, что это правильно, это так называемое, действительно, демократическое большинство хочет видеть не только своих непонятных представителей в Государственной Думе и региональных парламентах, но их, как физлица, готовы высказывать свою точку зрения. Это правильно. Я считаю, что пускай люди высказываются и предлагают какие-то интересные решения. А что касается этой инициативы Басюка, то, еще раз повторюсь, это не его инициатива, это федеральный тренд. Вот власти пытаются ужесточить все и вся, в том числе и проведение публичных мероприятий. У нас и так в Кирове с этим проблематично, и так провести акцию протеста стоит больших, хотел сказать, человеческих жертв, но на самом деле моральных жертв, потому что надо пройти много кабинетов, много заявок написать и получить ответ, что на этой территории будет проводиться выставка пожарной техники, и, к сожалению, вы не можете провести акцию протеста, или здесь вы не можете собирать подписи, потому что здесь пройдет шествие молодежных организаций. Я считаю, что властям уже пора переставать уже встречать правила, и все-таки выполнять эффективно и качественно свою работу, тогда меньше будет вопросов к властям. А вот, кстати, интересную статистику приводит отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Кирова. Накануне, на этой неделе, вот фактически она была озвучена, кто в Кирове больше всех проводит протестных акций. Собственно говоря, на первом месте, да, на удивление, это граждане. Это граждане, это частные заявители, то есть они, может быть, представили какие-то общественные организации, но это не политические там объединения, не общественные движения. Если обращаться к политическим каким-то гражданственным движениям, партия Парнас больше всего провела в прошлом году митингов, пикетов и других акций, 35 поданных уведомлений. На втором месте КПРФ, 22 мероприятия, на третьем месте ЛДПР, Справедливая Россия, 16, Российский объединенный трудовой фронт, 15, сторонники Навального, 6, Единая Россия, 5. Меньше всех провела мероприятие Единая Россия. И, как говорят аналитики, активность, собственно говоря, она тоже зависела от определенных периодов. Так, например, Справедливая Россия проводила акции перед выборами, а не в течение года и аналогично Единая Россия. Ну вот, собственно говоря, самые такие вот, ну, заметные акции пошли по весне этого года, как раз вот эта вот история с мусорной реформой, когда, собственно говоря, в Кирове был митинг против мусорной реформы 17 февраля, в организации которого, по-моему, и вы поучаствовали. В том числе, да. Вот эта история с тем, что политические партии активизируются, многие из них только под выборы, она о чем говорит? Ну, очень тяжело так сказать, что партии работают исключительно под выборы. Действительно, пик политической активности у любой политической партии наступает во время избирательной кампании. Ну, это, безусловно, это во всем мире именно так, потому что именно тогда начинают активизироваться кандидаты, кандидаты со своими идеями и программами выходят на улицы или собирают подписи, или проводят положительные или негативные отрицательные уличные мероприятия. То есть это говорит о том, что люди готовятся к выборам, действительно увеличивается политическая деятельность всех политических партий. В межвыборный период политические партии, естественно, менее активны, потому что и финансовые ресурсы, и людские ресурсы не позволяют активничать любой политической партии. Слушайте, ну вот есть политическая партия, которая людские ресурсы, финансовые ресурсы, все позволяют. Это Единая Россия, как я понимаю. Она меньше всех провела мероприятий. У вас, наверное, ошибочное представление, что финансовые ресурсы Единой России позволяют абсолютно все. Мне казалось, что там бездонная совершенно история, нет? Совершенно не бездонная история, да. То есть как раз перед выборами только начинается такой, как сбор макулатуры, знаете, там приходят с корзиночкой и в каждый кабинет крупного промышленного предприятия и собирают, сколько кто может сдать газеты. Да ладно, неужели? Единая Россия ходит с корзиночкой, с протянутой рукой. Я вам могу сказать, что примерно все это так и происходит. И как предприниматели реагируют? Ну, кто дает старую макулатуру газеты и журналы, кто не дает, кто не дает, того поучают, кто дает, тот рассчитывает на депутатские кресла. Поэтому все прозрачно, все известно. Можно сказать, могут повесить на входе прескуран цен и обозначить все свои финансовые возможности. Это я просто к отступлению о политической активности. И, как вы знаете, рейтинг поддержки Единой России в нашем регионе не такой высок, не столько высок, и поэтому и политическая активность низкая. Ага, понятно. То есть лишний раз желает не светиться? Ну, в том числе. Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской гордомы пятого созыва. Мы продолжим через полторы минуты. Программа «Особое мнение» продолжается. Мы с Алексеем Кузьминым продолжаем обсуждать события, пока городские и областные. Ну, вот, собственно говоря, об акциях, в том числе о пиар-акциях политических партий. Вот эта вот история с открытием в Кировской области памятника Иосифу Сталину на территории базы отдыха в поселке Зониха Слободского района. И, возможно, последующие открытия еще нескольких памятников Сталину на территории, в том числе, города Кирова, они размножаются, Алексей, да? Вот с одной стороны партия коммунисты России, с другой стороны партия КПРФ выступает тоже за это, но, собственно, они там еще между собой как-то Сталина пытаются поделить. Вот это вот тоже пиар-акция или это что-то другое, на ваш взгляд? Ну, безусловно, это пиар-акция, причем политической так называемой силой, политической, как ее любят обзывать ММФ, фейковой партией. Коммунисты России. Коммунисты России, да, о чем мы говорим. Это мы сейчас про Зониху. Это политическая пиар-акция, политтехнологи придумали, что имя Сталина сейчас популярно. У людей по последним соцзамерам, в том числе и в нашем регионе, рейтинг этого политика, ушедшего из жизни, он до сих пор высокий, поэтому... Чуть-чуть ли не как рейтинг Путин. Чтобы подтянуть голоса к своей мнимой политической партии, люди вот такие популистские инициативы предлагают, устанавливают памятники, неважно кому, неважно где. Важно, что во всех СМИ оказалось, что коммунисты России поставили памятник Сталину, в том числе сейчас эта новость появится на федеральных ресурсах, и именно этого они и добиваются. То есть партия создана изначально для того, чтобы оттягивать электорату партии КПРФ. Исключительно политтехнологический проект, ничего общего ни с идеологией, ни со здравой политикой, ни с политическими или социальными инициативами эта партия не имеет. Исключительно продается в регионах. У нас она, я прекрасно помню и знаю, как она создавалась у нас в Кировской области, как туда списками записывали нужных людей, когда была указиловка из Москвы. Поэтому говорить об их инициативах без улыбки, без ссылки на пиар-эффект, ну, я бы не стал. Ну, слушайте, не совсем повод улыбаться-то, появление памятника Сталину, ни одного, а нескольких, которые анонсируют. Ну, мало ли, что они анонсируют, ведь еще ведь надо... Не только, не только коммунисты России. Эти памятники еще надо согласовать, в том числе с нашей непокорной городской администрацией. Ну, подождите, вот говорят, это частная территория, вот база отдыха, это частная территория, на частной территории можно ставить, что хочешь. Я даже помню разговоры про скверик возле Совета ветеранов, где установлен памятник Дзержинскому, и где действительно есть и вынашивается эта идея поставить, в том числе без Сталину. Там же тогда тоже говорилось, что раз, это закрытая территория, ну, практически закрытая, не общественное пространство, сюда ходят только ветераны, которые это дело поддерживают. Ну, пусть стоит. У меня в этой ситуации, опять же, два комментария. Первый комментарий, что люди вправе, если люди проявляют инициативу поставить этому человеку или другому человеку, или какому-то событию памятное произведение искусства, или там Стеллу, или Бюст, все что угодно. Если им это все согласовано, если земля своя, если нет никаких претензий от соседей, от собственников близлежащих земельных участков, ну, ради бога, пускай устанавливают. Неважно, пусть и Сталину. Да, ну, пускай Сталину, у нас Путина устанавливают. Путина тоже многие не любят, но ведь никто никакие вопросы не задает. То есть в этой ситуации, что первое, это право тех людей, которые это организовывают, которые скидываются там деньгами, делают проекты, это устанавливают. Согласовав это, между прочим, я думаю, не просто так можно поставить памятник, в том числе и на своем земельном участке. Значит, а второе мнение, что все-таки ворошить историю – это самое неблагодарное дело, тем более сегодня, тем более сейчас, когда в стране настолько много социальных, экономических проблем, и поднимать, ворошить историю, говорить о том, что как было тогда плохо или как было тогда хорошо, мне кажется, неправильно и не к месту. Сейчас нужно думать о сегодняшнем дне. Я очень рад, что у россиян начинает преобладать чувство ответственности за свой собственный холодильник, чем преобладать какие-то чувства перед телевизором. А, то есть холодильник побеждает телевизор. Я очень рад этому, что холодильник все-таки побеждает телевизор у людей, и люди начинают думать здесь и сейчас. Подождите, Алексей, а... Те идеологические посылы, которые нам пытаются запустить о противостоянии сталинистов или не-сталинистов, ну, мне кажется, это, опять же, отведение от реальных социально-экономических проблем в нашем регионе, в нашей стране. Так, интересно, то есть вы говорите, что начинают у людей на фоне того, что холодильник опустел, просыпаться гражданское сознание. Я очень этому рад, и действительно, это сознание просыпается. А пример-то где? Посмотрите, Екатеринбург. Ага, то есть Екатеринбург – это оно? Это оно и есть. То есть когда люди действительно начинают понимать, что вот этот сквер, я по этому скверу гуляю, то есть можно представить, что сквер – это холодильник. Это мое. Это мое, я по нему гуляю, я гуляю здесь с детьми. В Екатеринбурге очень мало зеленых зон, эти деревья там для нашего города украшения, потому что их и так очень мало. И здесь какие-то коммерсанты пытаются поставить непонятно что, то ли храм, то ли торговый центр. Не, ну подождите, декларируется как храм. Взади жилая застройка, подразумевается там какой-то высотный комплекс. То есть, понимаете, у людей возникает чувство справедливости и солидарности с теми, кто выступает против. Это мой холодильник, я не хочу, чтобы в мой холодильник кто-то залазил и брал из него продукт. Алексей, вот на примере Екатеринбурга, раз уж мы об этом заговорили, смотрите, что говорят социологи, исследователи и журналисты. После событий в Екатеринбурге сразу в нескольких городах России были приняты решения о приостановке строительства возможного в зеленых зонах. В нескольких городах России, где уже ведется такая застройка, люди начали писать жалобы. Вот сейчас, на примере Екатеринбурга, мы можем говорить, что застройка в зеленых зонах каким-то образом будет приостановлена на государственном уровне. То есть, будет спущена какая-то директива из Москвы, если у нас все делается в стране так, через Москву. И всех попросят поумерить свои амбиции, там, да, и сесть тихонечко, пока и не делают ничего. Ну, безусловно, такая директива, мне кажется, она уже спущена, потому что в годы жесткой протестной активности населения, когда одновременно действует пенсионная реформа, когда одновременно возникают мусорные вопросы, мусорные конфликты в регионах, поднимать протестную активность на пустом месте, но, естественно, рано или поздно по шапке надают. Но это первое. Второе, мы сейчас видим такую тенденцию, как рост так называемых зеленых настроений. То есть, и мусорная реформа, она тоже связана с экологическими вопросами, экологическими проблемами. В городах все меньше и меньше зеленых зон, в городах растет рост онкологических заболеваний, и люди всегда это связывают с ухудшением экологической ситуации в городах. Люди готовы в Кирове выходить? Будут? Вот если в Кирове решат застроить какой-то сквер? Чем-то? Очень знакомая ситуация для нашего города, когда у нас парк уже застроили одной высоткой, планируется застроить еще несколькими высотками. Люди выходили на митинги, писали письма. И они там не ночевали, как в Екатеринбурге. Ну да, писали письма, но до какой-то серьезной протестной активности не дошло. Напомню, что все эти протестные активности были в том числе в период избирательной кампании. Да. То есть как раз к предыдущему комментарию, что действительно в период избирательной кампании происходит рост политической активности, в том числе протестной активности. Но вот после выборов эта тема ушла, дом там появился, и скорее всего появятся еще одни дома. Ну, мне так кажется. Все-таки там дело, пока уголовное дело еще расследуется, но мне кажется, там уже мертвое это дело. Так, то есть вы предполагаете, что в парке Победы все-таки будет жилищное строительство? Вот у меня такое ощущение, что все-таки там будет жилищное строительство. Может быть, это будет не той строительной кампании, которая приобрела эти земельные участки. А как же Илья Шульгин, который заявлял о том, что там не будет никаких жилых домов, а только, дай бог, если школа и детский сад? Вы знаете, у нас Илья Шульгин много чего заявляет и много делает предложений, но пока его заявления с делами расходятся. Алексей Кузьмин, в нашей студии три минуты у нас остается до конца эфира. Вот, кстати говоря, кадровая политика. Наш сайт, вот сегодня, собственно говоря, одна из новостей. В Минтрансе подтвердили отставку своего руководителя. Речь идет о Михаиле Поршневе, министре транспорта Кировской области. Документы об его увольнении уже подписаны. Причины ухода в ведомстве не назвали. Также пока неизвестно, кто будет возглавлять областное министерство транспорта, сообщает бизнес-новости в Кирове. Вот такая история. Михаил Поршнев работал почти два года в нашем регионе. Приехал из Москвы, где занимал руководящие должности в МОЗ город Трансе. И, честно говоря, на меня он произвел впечатление человека, который разбирается в своем вопросе. И вот уезжает. Ну, это к тому вопросу, который мы поднимали вместе с вами, и многие люди этот вопрос поднимали, когда формировалась кадровая политика нового правительства и новой городской администрации, когда массово стали приезжать в регион выходцы из соседних, из других регионов. Речь идет о периоде конца 2016-го, начале 2017-го года. В том числе, начиная с этого периода, в Кирове происходит массовый приток иногородних специалистов. Может быть, и специалисты невысокого уровня в каких-то своих отраслях. Может быть, и не совсем по той теме, в которой они работали в правительстве и в городской администрации. Но, тем не менее, такая тенденция была. Иногородние люди у нас работали. Но, к сожалению, дольше двух лет, насколько я понимаю, многие тут не задерживаются. Значит, кто-то осваивает миллиардный контракт, как господин Менькин, например, директор, директор осторожного хозяйства города Кирова, тоже иногородний, помните? Такого специалиста. Да, из Москвы помним. Из Москвы, да. То есть миллиардный контракт был освоен. Чуть ли не с момента подписания акта выполненных работ человек пропадает. Появляется другой человек, Гутнов, миллиард освоен. Акт выполненных работ практически подписывается, человек пропадает. Но у меня было ощущение, что Альберт Гутнов не хотел уходить из Кирова. Ну, может быть, и не хотел, но, тем не менее, он ушел. И так по любым вопросам. Так, ну ладно, это дирекция дорожного хозяйства. Подождите, ну, правительство-то областное. Куземская, точно такое же. Помним, да. Мищенко. Это самая первая волна. Кочетков. Ну, давайте мы там будем перечислять фамилии. Их на самом деле очень много. Тех специалистов, которые появлялись, убывали из нашего региона. Полминуты, Алексей. Что они хотели добиться в этом регионе, непонятно. Они знали, на какую они зарплату идут. Они знали, в какой тяжелый они регион приходят работать. Но они соглашались, делали какую-то там определенную работу. А, то есть у них была своя роль. Не знаю, какая роль и какая мотивация была у людей. Но то, что они долго не задержались, это факт. И мы говорили о том, что необходимо кадровые вопросы закрывать местными специалистами, которые знают проблематику региона, которые социально-экономические проблемы знают в нашем регионе. Ну вот, ни правительство, ни городская администрация нас не слушали. На место Михаила Поршнева кого бы вы прочили из местных специалистов? Очень хороший вопрос. Я не готов назвать там какую-то фамилию, потому что это из той же серии, что собирать Мерседес, Автовазу, либо гаражу. То есть любой это сделает плохо. В Кировской области очень проблемная ситуация с дорожно-транспортной инфраструктурой. Поэтому любой из специалистов сделает это плохо. Вопрос в том, что кто сделает хуже. Понятно. Будем выбирать из того, что есть. Алексей Кузьмин, нашествую, предприниматель, депутат городской думы, пятого созыва. Я, Алексея, благодарю. И мы на этом прощаемся. Спасибо. До свидания.